запись ваши цифры вижу так я пригласил братья сегодня у нас 28 мая сергея пупкова выходили вместе в краевую больницу священника которого избили битами дионисия я не знаю фамилию тарчуков а тарчуков фамилия но его там это была женщина там жена его да вот она сама встала и стала фотографировать а потом я стал фотографировать вот посмотри поближе фотографии вот он как у него тот глаз вот этот глаз левый глаз совсем не смотрит и его когда он упал сзади убиты ударили как он так я понял рассказывали а потом еще и пинали его тут он без сознания видно было уже крупнее вот видишь как они чуть-чуть разница маленько от рука у него так прижата я поставил его посредине опущено маленько вот тут глазам поднял к верху тот глаз маленько стал смотреть как бы еще одна они очень похожи но все равно разница есть под запись он тогда мне согласился потому что таком виде он не хотел предстать он нормальный мужик он приезжал потеряевку он к нам хорошо относится я еще он говорил я ничего не слышал ничего расскажи еще он рассказывал я вопросы ему задавал потом и что я ему говорил ты припомни громко говоришь чтобы я слышал потому что наш разговор вчера отец таким у него было даже на улице уходит и он ему припомнил и гнать это мне сказал задуматься говорит да так о чем разговаривали как но сначала вы спросили как все это случилось он сказал что они были селе дед штабка дед робот это живут в том районе вот я так понял в гостях был отец роман отец дионисий и ихние две жены и кто еще и их ней жены матушки на а вот и компания молодых людей начала приставать к жене отца романа то есть они как шли или как не знаю а вида видимо она одна была или или он с ней вдвоем в машине приставать они не могли ну я так и не понял как в общем отца романа не было и жены не было то есть он был женой отца романа трезвые или нетрезвые были понимаешь на которые вопросы мы пока не ответили дальше где жена вышла отсюда я так и не понял откуда но вначале их не было потому что он сказал потом она выбежала жена отца дионисия стала их разнимать разнимать выходит они к женам так как бы подходили если она их не видела даже но видимо жена отца дионисия и сам отец роман были в доме а жена жена отца романа с дионисием были на улице а те были в доме или выходили еще там я так наверно стали приставать жене романа да и отец дионисий заступился за отцу жена романа жены романа как заступился но он говорит слово за слово то есть слово за слово то не ответ что он сказал вот и вы после этого то ему и сказали задумайся и он это мог бы ты вот ну зная что этим закончится этих слов не говорить вот я ему начался говорить вернуй теперь я дополнительно я не слышал о чем речь идет про женщин я вообще не слышал как она была одета да я тоже об этом как она выглядела не сама ли она привлекла бы если была одета на по нашей форме подошли бы они к ней или нет я тоже тоже самое про это подумал и об этом уже говорил другим людям потому что так как была одета жена отца дионисия и можно было бы судить как как была подстрижена это все также одетом может быть была и жена романа я не сужу но вот слово за слово мог бы отец дионисий молча там ее под взять и увести ему нужно было в ответ видно он им сказал сначала идите от греха подальше вот это отца дионисия были слова он один на троих да да вот те видно ему что-то сказали и отец дионисий слово за слово это уже вот потерявку когда попали пьяный пьяный никто не тронул побежали за мной позвонили другим и тогда только мы выше уже в пятером а их двое пока мы разговаривали уже семеро мы стоим и по его ли те уже понимают у них один шофер только трое нас уже раза в три больше мы дали знать другим когда пришел один пьяный калмагора фамилия его в лагере был дали сигнал так прибежал виталий андрей дробот один а там мужиков на 8 его скрутили я его начал пороть этом бич ремень который шкив таскает это у нее штаны лопнули скрутили руки вот так сзади к ногам прикрутили ему ну и дальше в милицию отвезли так он на утро приехал на мотоцикл его с люлькой спрятали он приехал уже в потемках детей наших там начал соблазнять ну и когда вы первый вопрос вы задали отцу дионисию можно ли поснимать вот он говорит нет 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 я не хочу но потом так сказал причину почему не просто не хочу а вы меня каким-то героем хотите сделать ну да потому что он заступился с точки зрения это мужественный поступок пострадать вот что говорить я еще не слышал а я вам говорю теперь как говорю вот то есть причина его отказа это что ну скромность я так мне так показалось что по скромности не надо и я просто когда мы его снимали потеряевки я никогда не запрещал да вот бесполезно мы все равно снимем вот но когда я позвонил отцу роману до этого вот я в мире не знаешь его а он где служит роман покровском высокий такой мы еще с ним беседовали в покровском прямо где крещение было это в прихожей тут да 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 так он родах это хороший батюшка да даже крестил мощенных крестил вот он георгия исповедовал друга людмилы степановны ну понятно он живой ли умер 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 на он георгий как раз указал на наше занятие в университете 1 фимова людмила степановна и она пришла поэтому она обязана была сделать ему это да понятно крестил в полное погружение да вот какие батюшки у меня даже мысли пришла не за это ли вычислили начали гнать но он сказал что там были хулиганы вот и сказал что начал приставать к жене как приставать с какими время суток это было полиции говорит там в деревне не было вот я так понял что но днем то полиция должна быть значит вечернее время я так хотя может и не вечерняя я-то не слышал я вы переспросил а крест спрашивать он не запрещал на рука то у него в гипсе вот но когда я позвонил отцу роману и говорю вы были с отцом дионисием в тот злополучный день или вечер то он говорит да то есть он осознался да я был но говорит я на эту тему разговаривать не хочу отец роман который высокий да я ничего не стал встречался с романом я по телефону с ним разговаривал вот и он по телефону со мной беседовать не пожелал на эту тему поставить тоже я не знаю по какой причине можно быть тоже там ложная скромность ну видимо хотели заступиться у нас же как принято неясных вопросов я ничего не знаю я говорил как моей жизни было как я поступал да да вы потом рассказывали что вот если бы перекрутить на назад всю эту пленку сказали бы вы эти слова вот слово за словом вы может быть не расслышали что такой результат из этих да да и он начинает задумываться и вы ему объяснили что самая конструктивная программа я вот в каких случаях был виноват я я и он да и было такое да потом да и не за что господь тебя теперь смотри упадет дали такие рядышком вот от деятельности отстранил на два месяца чтобы задумывались и он отцу и акиму тоже говорит вот и найти его раз время есть задумать это лежите задуматься о чем а больной лежит все время на небо смотрит да и мне как бы тоже вы коснулись что он начальник миссионерского отдела да а я говорю миссионерское дело это дыра в преисподнюю а и он на мое удивление с этим согласился и упомянул москву что я был москве это действительно это пустое все это нельзя создать не потому что они плохие миссионерские только два человека бог так создал в дух святой благовестнические можно певческие хоровые там переменные можно а миссионерские никому не создать никто это только сам бог берет это его прерогатива они даже этого не понимают счета осипов что ли миссионер или смирнов вот но я так понял что он слушал вас внимательно и тем более батюшка иаким после этого был и он видимо задумался он так и сказал задумался и мы-то хотели еще ему отдать вот чтобы батюшки отдавали пособие для исповеди современному священнику то есть как ему надо в чем каяться материал интересный такой а то священников исповедуйте и вы а их так и исповедуйте да им составлен из на моей книги взят это да я как раз два экземпляра отпечатал один экземпляр дали отцу и акиму а второй экземпляр у меня еще он пока не надо ему съездить можно да но с пяти до семи вот сегодня можно съездить съездим еще раз и отдать ему вручить этот и можно сегодня отдадим и опять попросим сейчас снять еще раз может быть может быть разрешит но и вот ну и что она не против было когда мы говорили жена была не против она тоже внимательно слушала тоже а когда мы заходили она как приняла спросила тому нет она не спросила раз она меня узнала мы когда были на службе в антония печерского я володя пащенко никита колесников да и она нас там уже фотографировала в его храме вот сама лично тоже и поэтому она и здесь то вызвалась тоже фотографировать и ну она про меня когда зашел на меня спрашивала же а вы кто нет не спрашивала нет не спрашивала мне показалось а спасет а вы лапкины есть но я этого не помню может быть я не обратил внимание а я до этого только что был в дмитриевской церкви там один священник мне тайну хотел сказать что битами били я в первый день это узнал уже какая тайна вот он стоит батюшка вот он к нам очень хорошо относится и вот я говорю бит это палец сломали да забинтована эта рука то не забинтована гипс лежит гипс гипс там может быть даже не один палец то они два только вот торчат а там все интересно на нас смотреть какие мы все разные смотри как говорится из одной икринки вроде бы вывелись вот интересно психолог если на наши лица посмотрит еще подумает вот глядя на тебя еще он подумает украли собаку песня поется собаку украли он еще думает и сейчас просить о чем ты думаешь он скажет а что это думать я даже не знаю как как думать то чем думать это посмотри еще подумаешь это зачем тут гном вылез у меня в глазах жалко его все-таки как по-человечески мне жалко я сам был тоже неоднократно но не пожалел что мы долго были у него нет нет потом он сказал в конце что ему принимать там уже от владыки ему ужин принесли там брать заходил что выгод на ужин не пойдете нет нет у нас свое а потом матушка занесла какой-то и он сказал ведь это от владыки вроде как и он хорошо вот такой лишь глаз то какое когда я стал смотреть ему в глаз его просто не видно маленько разлепил его видимо кровь пеклась и господь помиловал остался живой у него тут даже вот что-то тут тоже да да ему видать капельницу ставили ставили вот я так понял что у него череп расколотый и не слышит одно ухо вот насчет черепа я сомневаюсь а то что ухо не слышит одно это помоги ему господи потерявки я помню я ехала нас через ограду рукой помогут и на голове вот где-то вот такой длины шрам наверно сантиметров 7 наверно если не 8 сантиметров 8 до ужасно зашивали но вот все больше сказать еще нету батюшка он тут откажется говорить может еще разговаривать значит сегодня до отец и каким-то то тоже его навещал что они на чем-то припомнил что я ему сказал только он думает об этом лежит ну и слава богу пусть не зря мы были мы один раз пришли нас не пустили он в реанимации был но и он и он главное знает что нас не пустили ему видать давай мы сейчас помолимся о нем коротко давай давайте отец небесный велика милость твоя ты наш создатель господь и бог ты сотворил нас милосердием твоим и сохранил брата нашего дионисия благослови о господи и семью его и научи нас быть мудрыми научи нас господи извлекать нужное из того что происходит с нами помоги ему господи залечи его раны исполни его благодать и духа твоего святого и архиерея серьги заботящийся о нем и романа где он есть и приготовь нас к великим и грозным испытаниям грядущим на всю вселенную ты этим показываешь как внезапно все может измениться и жене его дай добрый разум рождение свыше и водительство духом святым всем нам если угодно благослови предстоящую встречу тебе боже слава хвала отец сына святой дух аминь да будет благословен этот батюшка священник дионисий слава тебе господи прими нашу молитву издеяния рук как жертву вечернюю благоухание приятно перед престолом благодати твоя владыка и соедини молитву нашу с молитвами всех святых молящихся на небе и на земле боже услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам и прими дивный наш господь и бог отец вечности и об этом рабе твоем дионисии о романе и всех пострадавших в свое время благослови тебе слава за все отец сын и святой дух аминь говори нам господи и послушайте да слышит рад твой аминь богу слава благодарю валерий что снимали